я завершила свой самый сложный проект сейчас расскажу как это было это зона прихожей которую мы видели на плане и изменить размеры мы не могли у нее площадь около пяти квадратных метров чуть больше здесь у нас организован хранение для обуви сейчас мы перейдем к шкафу покажу место чтобы обуться присесть одеться дверь была заменена по шумоизоляцию я еще расскажу ну то есть если плохая дверь то вы никакая шумоизоляция вам не поможет большое зеркало оно собрано из частей так как мы не смогли бы поднять сюда что-то огромное ну и не расколотив его поэтому было принято решение разделить его на классные части в виде тетриса и оставить так в прихожей предусмотрим неглубокий шкаф я его сделала 40 сантиметров чтобы сохранить именно вот этот проход небольшим 40 сантиметров это минимальная ширина для шкафа здесь единственное что располагаются вешалки уже не вертикально горизонтально и эта зона у нас для верхней одежды и обуви здесь зона остается для уборочного инвентаря все дверцы на даче это очень удобно и они выполнены из МДФ это не реклама это не реклама но действительно когда вы используете МДФ он выглядит лучше он хорош в эксплуатации в общем рекомендую МДФ использовать во всех помещениях в Батуми здесь у нас хочу рассказать про внешнюю часть она служит декорацией здесь ставки из дерева это было моей идеей но мебель в Батуми доработала ее немножко пошли в санузел покажу кстати если у тебя возникнут какие-то вопросы задавай потому что я могу что-то упустить в своем рассказе санузел у нас был определенного размера и мы не могли изменить его по периметру и поэтому здесь часто это в Батуми встречается что планировку невозможно изменить бывает достаточно часто и еще один момент у нас единственный стояк во всей квартире 65 квадратов метров он был вот за этой стеной и санузел нельзя туалет нельзя далеко отводить от стояка это технически не рекомендуется поэтому мы возвели вот такую перегородку чтобы установить сюда инсталляцию здесь у нас душ с 9 миллиметровым закаленным стеклом и еще сейчас расскажу про один секрет вот за этой плиткой здесь просили конина но вы не увидите расположен бойлер потом есть еще одна проблема когда все используют для газовый кафе для того чтобы получить горячую воду но так как давление от газа скачет вода может идти то холодная то горячая то есть с утра принятие душа может быть достаточно экстремальным чтобы этого не было мы предусмотрели бойлер бойлер собирает накопленную горячую воду из газового котла и подает уже в душ ее максимально комфортно и для ежедневного принятия душа встроенная сантехника встроенная сантехника брават это лучшее что сейчас есть на рынке батуми из встроенной черной сантехники есть еще ханс гроя он на порядок дороже и есть еще итальянские бренды например оттона мелота есть был опыт использования этого бренда он теряет свои видовые характеристики моментально он облазит и через какое-то время начинает подтекать особенно это касается этнического душа сантехника керамическая это витро здесь была запланирована изначально чаша поэтому мы выбирали когда увидели вот этот тач покрытие и огромную чашу это была любовь с первого взгляда поэтому выбрали ее встроенный унитаз это тоже витро премиальный бренд трески находится в доме скидка есть у меня там очень хорошая зеркало использовала в проекте брават оно с функцией антипар оно готово уже по размеру оно идеально вошло и оно включается отключается нет лишних надписей хотела еще добавить про инсталляцию инсталляция чаще экономит место чем обычные встроенные обычно стоящий унитаз и в данном случае у нас это было единственным верным решением потому что стояк находится за душевой кабиной надо было вынести сюда унитаз мебель мебель использована в этом проекте мдф он влагостойкий это агт здесь хозяйственный ящичек здесь корзина для белья кстати классное решение можно ее встраивать а не ставить отдельно а еще хочу обратить внимание на то что у нас тропический душ прямо льет с потолка обычно для него предусмотрена труба которая должна идти из стены и литься уже так но можно просто встраивать в потолок и полотенцесушитель в своих проектах я всегда использую электрический потому что это более надежный вариант условия батуми в условии эксплуатации обслуживания и когда жара не обязательно включать теплые полы газовое отопление можно просто включить и посушить полотенца купальники электрическим полотенцесушителем вентиляция вентиляция в этом проекте запланирована в трех точках одна из них находится в санузле она включается с кнопки прямо рядом с унитазом и еще есть две электророзетки для щеток и ирригаторов фенов бритв они рабочие благостойкие ростовое зеркало при выходе из ванны она увеличивает пространство узкого коридора и дает возможность распределить себя со всех сторон расскажу про пирог стены здесь нестандартная стена стены все облицованы нестандартным образом то есть это не обычная штукатурка а кое-что более сложное это пирог стены он состоит из нескольких слоев он состоит из 9 9 миллиметрового полипропилена которым оклеены и стены и потолок дальше после полипропилена и нас идет соответственно утеплитель и после утеплителя у нас идет внахлёст двойной слой гипсокартона и все это еще покрыто сверху тремя слоями краски фасадный копорол а зачем так сложно значит эта стена получается по цене дороже раза два с половиной наверное чем сделать стены обычной штукатуркой но во первых за счет того что у нас есть резиновая проклейка стена потолка у нас все вибрирующие шумы то есть это беготня соседи это перенос там какую пианино я не знаю там топот это какой-то вибрация там при забивании сваев соседнем доме у нас здесь рядом стройка под окнами все это гасится при помощи вот этого выбор виброматериала дальше у нас идет утеплитель утеплитель нам помогает но один из слоев который помогает защититься от воздушного шума то есть в батоме блочные стены когда у нас с соседями блочная стенка через нее проходит очень хорошо шум разговор голосов то есть если вы хоть раз жили в городе батоме то в принципе это известная такая достаточно история вот здесь у нас как бы но шума соседи мы не слышим вообще я слушаю музыку и никого не беспокоить я играю на гитаре и это тоже никого не беспокоит а дальше у нас идет двойной слой внахлёст гипсокартона для того чтобы создать жесткость для конструкции но в гостоке он конечно потому что в батоме очень большая влажность и все это сверху покрывается еще тремя слоями копорола просто прокрашивается на три раза условно говоря в эту краску добавляется антиплесень и антигребок получается что краску можно мыть то есть отмывать и при этом на ней никогда не разведется никакая дрянь копоролу кстати я пользуюсь это уже третья квартира которой я пользуюсь в первой квартире я прожил года три наверное то есть там ничего не было причем у всех соседей в этом же доме были проблемы такой сложный пирог стены он как бы с одной стороны в несколько раз дороже а с другой стороны получается что у нас тихо у нас меньше расхода на коммуналку и у нас значит что очень важно никогда не прорастет плесень пойдем расскажу тебе про кухню это мусорное ведро мы заказываем его с америки с помощью конторы которая здесь является доставщиком оно метр в высоту очень удобно с сенсорным открытием и когда можно выбросить она сама закроется за тобой пойдем дальше что я покажу тебе все планы освещения это у нас подсветка рабочей зоны это у нас декоративная подсветка за ужин чтобы подсвечивать непосредственно зону для обеда и основное освещение для уборки она включается крайне редко и у него проходные выключатели там можно включить здесь выключить достаточно было сложно распределить ее здесь но все получилось холодильник встроены плюмовские доводчики иначе мы почему их поставили можно было поставить обычные плюмовский мы поставили потому что доступ к верхним полкам был бы закрыт и было бы невозможно до них дотянуться а сейчас мы классная такая для физически развитых и спортивных людей классная сушилка но она уже более мягкая становится насколько и вижу и она автоматически завозит сюда вот почему блюм измельчитель мусора это вообще классная фишка которую рекомендую делать заказчиком своим главное включить холодную воду засыпать сюда любые очистки кожур лавурцов картошки куриные кости оно абсолютно все измельчает нажимаем кнопку он заработал и пойдем покажу как он выглядит это совсем малая часть занимает минимум места измельчает все в канализацию уже уходят все органические очистки мусорное ведро может копиться неделю из него не будет аромата никакого волшебного помимо того что оно само следует запах у него есть специальная система там можно его купить неделю хочу еще раз с точки зрения экономики здесь очень хорошо продумана система посудомоечная машина уборка посуды стряхивания что крошек это все у нас по левую руку по правую руку у нас стиральная машина ванна и оставить уже давно не обязательно ее у нас либо в коридор либо в кухню здесь установлена стиральная машина с сушкой погода в батуми очень влажная и сушить на балконе это не вариант в том плане что очень будет долго сохнуть если вы в новом ремонте а в этой планировке именно из можно вот только здесь на кухне расположить сушилку получится не очень поэтому машина с сушкой со встроенной функции занимает место также как обычная стиральная машинка из нее белье достается абсолютно сухое я складываю его прямо в шкаф мне кажется это лучше что может с вами случиться киски из икеи да можно это же не секрет давай говорим так нечестно вырежу это стол отдельная любовь это каштан он выполнен был по моему эскизу ножки я подглядела у одной популярной модели салфетки икея заказаны были через трендио турецкие здесь икея к сожалению у нас мало стулья эшли хо были подобраны прям цвет каштана по проекту были запланированы заранее можно будет визуализацию посмотреть сколько кондиционер в этом проекте я выбирала купе хантер он больше по объему потому что он один вообще купе хантер мы выбрали потому что это единственный наверное из немногих кто обслуживается уже после установки официалами и по звонку приезжают и решают если возникают вопросы плюс у него хорошие характеристики пойдем покажу кабинет топливо для съемок благодаря дурацкой планировки надо было сделать так чтобы свет проникал в ту часть помещения то есть кухню по сути и я придумала вот это решение это двери высотой 2.30 они не стандартные с декоративными стеклами этого достаточно чтобы в кухне в течение дня без дополнительного освещения было светло вот но можно что-то еще рассказать про кабинет про кабинет про спальное место например ну спальное место оно предусмотрено здесь для тех кто приедет в гости допустим это один человек максимум кто может на приехать а и в случае если эта квартира достанется кому-то то здесь может быть полноценная детская комната кабинет дневное время это кабинет ночное время это детская да рабочее место рабочее место оно оборудовано какая-то молодец как ты сэкономил нам из этого уродского пространства не потеряла никуда одного сантиметра кстати да здесь планировка была можно будет вставить в видео потом фото вот этих вот колонн которые здесь были это не выдумка это дурацкая планировка опять же гумбати повторюсь а колонны были обнесены полностью шумоизоляции и вот то что получилось мы сделали встроенный стол спасибо ребятам мебельщикам которые ну им не только спасибо им не только спасибо они конечно немножко косичнули но исправили мы этот момент нервозность была но в целом получилось очень красиво очень достойно ну да площадь мы не потеряли площадь мы не потеряли под столом у нас находится коллектор теплого пола к которому есть постоянный доступ чтобы контролировать да придется залезть вот этот коллектор под этот стол но он вот ровно вот здесь можем его открыть давай тут наверное надо мне его угрутеть здесь стоит отдельный насос который усиливает ток воды по контурам тут стоит микрострелка и все это обеспечивает равномерное распределение собственно теплой воды по всем контурам квартиры без того чтобы где-то остались непрогретые зоны это не бюджетная версия то есть она стоит дороже чем бюджетная версия бюджетная версия просто от котла это запитывается но мощности котла как правило не хватает для того чтобы нормально разгонять воду по такому большому пространству потому что теплый пол естественно там контуров на разное больше чем в радиаторах давай ну то есть ты один раз настраиваешь себе контура и используешь их ну то есть ты один раз настраиваешь контура и используешь их уже зимой или в холодное время года в квартире установлены москитные сетки в виде гармошки очень классное решение когда не нужно перед ним лучше окна не открывать потому что ну здесь бы обычная сетка не вошла у нас очень маленький балкон очень выглядит опасно на самом деле все отлично пойдем в спальню здесь дверь она выполнена точно как в кабинете по освещению в спальне здесь трековое освещение которое дает основной свет для уборки но в основном пользуемся диодными подсветками которые расположены за кроватью вот здесь замечательная приехавшая из Америки маймунка самое главное это домашний кинотеатр здесь можно смотреть кино то есть эта стена изначально предполагалась под кинотеатр мы можем включить сейчас здесь и показать можем? можем? почему не можем? ну давай домашний кинотеатр проекторы установлены на стене проецируют любую картинку Netflix, YouTube и мало сейчас кто смотрит телеканалы в основном это цифровое телевидение которое мы подключаем это ОКО, Netflix, ИВИ, YouTube здесь второй балкон есть в спальне здесь предусмотрено посадочное место это чайная зона с хорошей барной стойкой также техническая часть это газовый котел с прямым доступом то есть можно регулировать поток газа и смотреть за его этим и внешний блок кондиционера и самое главное он не капает на соседей как это было сделано? изначально продуманная система с насосиком который стоил 150 долларов который собирает воду и отправляет ее в канализацию весь конденсат он не капает на голову соседям спасибо, пожалуйста, до свидания и кстати вид на море останется здесь у нас альянс это World Trade Center и мы расположены наша квартира расположена между вот собственно этими колоннами мне кажется хорошо все спасибо Евгенье за обзор увидимся на море это моя фразу это моя фраза